Миссия, которая стала историей, самая масштабная гуманитарная помощь в Украине, штаба Рината Ахметова, представлена в экспозиции музея Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Выставку, посвященную людям, которые более трех лет помогают мирным жителям Донбасса, видели наши корреспонденты. Сергей всю жизнь посвятил тяжелой работе в цехе, и когда в его родной край пришла беда, не мог остаться в стороне. Сердцем как бы позвало меня туда. Мариуполь в 2014-м стал отправной точкой самой масштабной гуманитарной миссии на востоке Украины, штаба Рината Ахметова. Продукты первой необходимости для тех, кто пострадал от боевых действий на Донбассе. Грузили и формировали в наборы обычные люди. Каждый приходил по мере своей возможности, потому что люди приезжали и со смен с завода, в 9-10 вечера заканчивали работу. По обе стороны линии разграничения за гуманитарной помощью Рината Ахметова выстраивались очереди. Люди действительно приходили и плакали со слезами на глазах, брали эти пакеты и говорили, что действительно на завтра уже просто нечего было есть. Виктория еще в начале конфликта переехала с семьей в Мариуполь. Продукты получает для дочери с инвалидностью. Очень много денег уходит на медикаменты. И это очень хорошая поддержка для семьи, для нашей, это помощь. Свидетельства очевидцев самой масштабной помощи стали реликвиями. Теперь их сможет увидеть каждый желающий в музее Мариупольского комбината имени Ильича. Сегодня в Мариуполе в музее комбината мы открываем выставку. Мы ее открываем в дополнение ко всем словам благодарности каждому волонтеру, каждому, чей вклад оценить невозможно. Это для будущего поколения. Как пример, как помощь одного человека может изменить мир. За три с половиной года гуманитарный штаб Рината Ахметова выдал почти 12 миллионов наборов выживания. Их формировали и выдавали более пяти тысяч волонтеров. Сколько здесь души, сердца, эмоций, людям оказывали поддержку, тем, кто нуждался, у кого были проблемы, кому нужна была помощь. Поддержка Рината Ахметова спасла жизнь более миллиону людей. Пенсионерам, людям с инвалидностью, многодетным семьям, детям и родителям-одиночкам. Я всегда все прочувствовал, знаю, мне приятно, что я какую-то частицу тоже вложил в эту помощь, которую оказывает Рината Ахметова. Я выражаю огромную благодарность. Он очень помогает. Многие люди надеются, рассчитывают на помощь эту. И если бы не помощь, то я думаю, что людям бы там было бы очень тяжело. Это первое из шести постоянно действующих выставок гуманитарного штаба Ахметова, которые будут представлены в музеях предприятий группы СКМ. Инна Жиленко, Оксана Корчма, Евгений Якунин для телеканала «Донбасс».